Всем привет! Сегодня у меня посылки просто не умещаются нигде, поэтому будем с вами распаковывать вот в такой вот Аури посылок. Надеюсь, что она будет уменьшаться, потому что их тут что-то слишком много. Ну а самая классная посылка, по крайней мере для меня, это телефон Xiaomi Mi 8. Надеюсь, что вам будет интересно посмотреть, потому что я его очень сильно ждала. Я надеюсь, что вам будет интересно на него посмотреть. Сначала я подумала, что тут просто пустая посылка, потому что коробка, пакет какой-то и ничего нет. Но тут, оказывается, лежат пусеты. И я надеюсь, с лазуритом камень холодный, это первый признак натурального камня. По ощущениям камень похож на натуральный, так как он холодный, и есть вот такие вот интересные вкрапления. Лазурит это или нет, я, конечно же, определить не могу, но пусеты стоили довольно-таки бюджетно, если сравнить с нашими ценами. В комплекте идут как металлические заглушки, но также и положил продавец силиконовые. Это очень классно, так как многие любят именно силиконовые. Это пришли с Алиэкспресс Гетри, заказывала снова мама, она у меня в этом плане модится, любит такие штуки. По качеству, не знаю, мне кажется, что это шерсть, цена небюджетная, 200 с лишним рублей, черного цвета, вязка ровная, никаких изъянов я не вижу. Они какие-то тонкие, и мне кажется, вязка неплотная, или мне так кажется. Но вот эта резинка, если я вяжу, то она очень должна быть плотной, тогда будет держать все остальное. Хотя, если это низ, а вот это верх, тогда может быть и нормальный. Снова пришел слайм, и это, видимо, отклик тех слаймов, которые я вам показывала. Но он совершенно непрозрачный, вот такой вот разноцветный, в баночке упакованный. Я не буду его распаковывать, так как я вам уже много слаймов показала в распаковках, но смотрите, приходит целый, и в принципе, по нажатию кажется, что он мягкий. Или распаковать. Наверное, вы мне напишите 100%, чтобы я распаковала, поэтому давайте сделаем это сейчас. Баночка закрывается плотно, и да, он мягкий. И, кстати, он очень приятно пахнет. У него нет вот этого химозного запаха, как обычно. И он похож больше не на слайм, а на пластилин, как мне кажется. Или это слайм? Я вот так и не поняла. Обязательно пишите в комментариях. Это снова заказ от продавца. Вы представляете, мне невероятно стыдно, потому что я открыла спор. Была транспортировка отменена, и при открытии спора продавец даже ничего не написал, не ответил. А вот заказ, вот все, что я заказывала, оно все пришло. Вот эти листики в большом количестве. Мне надо обязательно зайти и посмотреть у продавца. Если есть товары, в Алиэкспресс возвращаются деньги очень просто. На сумму, которую вы покупали, любой товар, и вы выиграли спор, просто покупаете, пишете продавцу, что отправлять не нужно, сразу же подтверждаете заказ. Ему там через какое-то время деньги отправляют. Я с этой посылкой именно так и поступлю, потому что, ну, как он так промолчал? Почему он не ответил, что он выслал товар? Вот мне за него просто обидно. Снова украшение. Это кольцо с агатом. Не такое громоздкое, как обычно был заказ. Размер написано 20. Примерно так он и есть. Девушка мне в комментариях писала, что агата такого цвета не существует в природе, что это, скорее всего, нефрит. Но вы знаете, даже если это нефрит, все равно хорошо. Колечко очень приятное на вид. Очень и очень хорошо сделано, качественно. Нигде я никаких там изъянов не вижу. И снутри выглядит очень даже достойно. Пробы есть. Возможно, тогда покрытие какое-нибудь специальное, которое не будет вызывать аллергии. Но это кольцо опять не мне. Да, у меня, как вы написали в комментариях, мама сорока любит украшения, особенно бюджетерию. Тут целую книжку продавец положил в подарок. Или я не знаю, зачем она мне нужна, по идее. И снова это украшение. Тут два украшения маме, одно мне. Сейчас вам покажу. Но сам факт, то что эта посылка шла с отслеживанием, вышла на тысячу с чем-то, и она шла безумно долго. Вы не представляете, как это было мучительно и долго. Я думала, что она уже не придет, но все-таки дошла спустя два месяца. На браслет я купила себе вот такого вот котика. Не знаю, влезет в кольцо или нет. Вообще это считается шарм. Но попробую одеть на обычный. Если будет слишком тяжелый, то можно просто потом купить саму цепочку для шармов. Она очень толстая и, в принципе, выдерживает такие игрушки. На этих котов такая пошла мода. Все почему-то их покупают. И я решила вот в таком вот маленьком варианте тоже себе приобрести. У продавца на всех картинках указано, что это там серебро натуральное, что все дела. Но, как девочки писали, серебра там нет, но тут идет родивое покрытие, которое не вызывает аллергию. Я полностью соглашусь, потому что покупала уже украшение с Алиэкспресс, с этим покрытием. У меня никакой аллергии нет. Что для меня вообще удивительно. Потому что я кроме стали и серебра ничего носить не могу. Украшение сделано как стандартные, ювелирные. Ну, ничем не отличается от наших магазинных. Следующий вот такой вот кулончик тоже. Или подвеска. Я не знаю, как правильно ее назвать. Очень миловидная, симпатичная. И выглядит она очень и очень достойно. Хоть многие пишут, что бижутерия с Алиэкспресс очень дешевая, но я не могу с вами согласиться. Потому что мы покупаем украшения и в обычной ювелирке. И я вам скажу, что кулон вот этот намного лучше выглядит, чем я покупала серебра. Гель-лаки массово с Алиэкспресс я уже, конечно же, не скупаю. Но тяга к халяве все равно присутствует. Потому что в группе ВК девочки кидают ссылки. Иногда на очень недорогие товары. И хочется приобрести и попробовать. Это номер 205. По-моему, это синяя кошка. Ну, по крайней мере, у продавца она выглядела вообще по-другому. Мы обязательно с вами все протестируем, посмотрим и выкрасим. И снова шарм на браслет. Я чувствую, мне все-таки сам браслет придется покупать. Потому что у меня уже вот таких вот две штучки. Но тут, мне кажется, никакого покрытия защитного нет. И поэтому вот эта вот безделушка может спокойно вызвать аллергию. Хотя очень красиво и качественно сделано. И снова силиконовые приманки. Я думаю, что вам смотреть их неинтересно. Поэтому доставать не буду. Но они очень неплохого качества. Тем более, они стоили вообще копейки. Так как и приманки, это тоже не моя посылка. Если у вас ключей немного, то вполне можно использовать брелки. Но так как у меня связка и так сама по себе тяжелая, то я брелки никакие не вешу. Если только очень легкие. Но эту я бы, наверное, повесила. Хоть и она бы мне мешалась, и то, что она тяжелая. Но посмотрите, насколько крутой и красивый брелок. Что это такое, я не знаю. Посмотрела, посылка по правильному адресу пришла. Но для чего? Просто без понятий. Что с этим делать? Куда это одевать? Мой мозг просто никак даже не сообразит. Ну, поэтому рассказать о ней не могу. Ничего хорошего на качество или нет. Пластик нормальный, но как ее использовать, я не знаю. Пришла фольга для ногтей. Заказывала также через группу. Девочки кидали ссылку. Прикольные. Но она, по-моему, там была однотонная. А тут она вот такая вот голографическая. Но это неплохо, потому что все равно пригодится. И она невероятно красивая. Разных цветов. Дальше пришли пластиночки от Николь Дайри. Тысячу лет я их не заказывала. Мне кажется, очень давно. Вот такая вот новогодняя ND-029. И романтическая коллекция номер 3. А еще у нас есть большая. Тоже Николь Дайри. Вообще, раньше, в какой-то период, они были очень классного качества. А потом испортились. Тут идет все для Френча. Вот любой рисунок, он подойдет идеально. Вот этот особенно будет нежно и красиво смотреться. Снова, это не моя посылка или моя? А, это улиточная сыворотка, которая наносится после умывания. Вы умылись, хорошо очистили кожу, после нанесли тоник. И потом под крем наносится вот эта сыворотка. Вы мне очень много пишите в комментариях, что с Алиэкспресса косметику страшно использовать. Я этими сыворотками пользуюсь постоянно, и кожа стала только лучше. Конечно же, я совмещаю их с другими качественными кремами, но хуже они мне не сделали, потому что я люблю многоступенчатый уход за кожей лица, и они мне только в этом помогают. Также у меня мама брала под пусеты из лазурит вот такой браслет. Камни очень между собой похожи, и цена у них приблизительно одинаковая, то есть 200 с лишним рублей, что пусеты были, что браслет. По ощущениям сам материал холодный, так определяется камень. И также есть в нем вот такие вот вкрапления. Конечно же, наши любимые китайчики чего только вам не придумают, и чего только не запретут. Но буду надеяться, что это действительно лазурит. И снова мамина посылка. Вот такая вот щетка для уборки. Она удобна тем, что не надо вам ногти портить и вот так вот драить. То есть вы ногти не сотрете. Берете за ручку и спокойно во всех углах, где вам надо, все убираете, все стираете. Мне кажется, очень классная штука. Не знаю, сколько стоит она в наших магазинах. Если вообще, не могу сказать, потому что я в магазин не хожу уже очень давно, я все заказываю. Я даже уже не сравниваю дороже или дешевле, просто заказываю с Алиэкспресс. Цены я, конечно же, оставлю под видео, около ссылок. Если вы знаете, сколько она стоит, если не жалко, напишите в комментариях. Дороже, чем в вашем городе? Или все-таки дешевле и выгоднее покупать на Алиэкспресс? Ну, симпатичный медальон. Не могу ничего сказать о нем плохого. А вот как его одевать, тут никакой застежки нет. Через голову он не налезает, по крайней мере через мою. Не знаю как. Может быть, тут сделают какие-то вкрапления. Сам вот этот медальон, он очень тонкий. Ну как, не тонкий, он слишком легкий. Не знаю, как будет лежать, но по идее нормально. Смотрится красиво, но как одеть его через голову, мне кажется, это невозможно. Или можно сдвинуть. А, все-все, смотрите. Все оказалось намного проще. Для того, чтобы его одеть или удлинить, вы просто сдвигаете вот эти узелки. И все отлично. А я уж начала наговаривать, что не так что-то сделали. Тогда это очень красивая и интересная вещь. Но от нее очень много грязи, когда вы двигаете эти узелки. Смотри, что творится. И пыль, и какой-то отход. Вот от этих кожаных ремешков. Конечно, вряд ли они кожаные. Но будем надеяться на то, что они кожаные. Пришел чехол под Huawei Mate 20 Lite. С обратной стороны он прозрачный, потому что эти телефоны сами по себе очень красивые. А везде сбоку он сделан вот такой вот синей голографической втиркой, хочется мне сказать. Но это не втирка, это, видимо, какое-то покрытие. Очень классный и очень качественный чехол. Если у вас такой же телефон, буду советовать. Пристала к упаковке, что я еле оторвала. Мне ее советовали девочки. Также в личных сообщениях она вот деревянная полностью. И тут вот она вот такая лохмотуха. Я не знаю, для чего она подойдет. Мне кажется, для подмалевков она слишком толстовата. Если ее даже выстричь, то она слишком широкая. Ну, не знаю. Если вы знаете, для чего вообще она нужна, обязательно напишите. Но мне понравился у нее колпачок. Он силиконовый, мягкий и очень хорошо, легко вдевается. Пришли наушники по совместной закупке за 50 рублей. Ну, понятное дело, что ожидать от таких наушников. Вот эта часть не металлическая, а пластиковая. И сразу вам скажу, что если вы часто теряете по наушнике и ломаете их, то можно купить. Но если вы часто ходите с музыкой в ушах и большое количество времени у вас наушники воспроизводят музыку, то лучше всего купить подороже. Потому что эти очень сильно портят уши. Особенно вот эти внутренние штучки, насадки. Они не пропускают воздух и, соответственно, у вас скапливаются бактерии в ушах. И это чревато разными последствиями. Забыла я вам показать самую главную посылку. И она огромная, не вмещается в кадр. Поэтому отсниму вам ее на полу. Это вот такой рюкзак для ноутбука. У меня он 17,3 дюйма. И продавец еще положил в подарок коврик для мышки. За что ему огромное спасибо. На самом деле это безумная нужная вещь, когда у вас стол, ну, какой-нибудь такой поверхности, где мышка себя ведет не очень хорошо. То есть прыгать начинает или скоблит так, что зубы сводит. В таком случае он отличный. Кстати, качество отличное. Он плотный, указана фирма. Но давайте перейдем к рассмотрению рюкзака. Все-таки покупала я именно его. Качество самого рюкзака, точнее материала, просто отменное. Также тут должно быть где-то сбоку для зарядного устройства. И этого нет, что ли? А, не, вот торчит. То есть вы телефон вставляете сюда, внутрь аккумулятор. И заряжаете спокойно на ходу все это дело. Идут карманы боковые. Сейчас мы с вами молнию, конечно же, проверим. Все работает. Внутри ткань тоже приятная. И там еще какой-то кармашек присутствует. Но самое главное для меня не вот эти кармашки, а, конечно же, отделение для самого ноутбука. Ручка очень интересно сделана, как стяжка для лямок, чтобы они у вас не сползали. В то же время и ручка. И тут еще такая маленькая. Зачем? Не знаю. А, вспомнила. Вот эта ручка для того, чтобы рюкзак можно было повесить на чемодан, который с ручкой большой металлической. Дальше отделение для ноутбука. Не знаю, мне кажется, влезет. Я обязательно вам напишу или покажу, как он влезает или нет. Но качество рюкзака, конечно, отменное. Он, конечно, громоздкий. Вы рассчитываете, что если у вас ноутбук 17,3 дюйма, то, соответственно, рюкзак не может быть маленьким. Но никак. Так как тут кармашков не так много, как хотелось бы. Вот, кстати, еще провод, который подключается к внешнему аккумулятору. Вы его сюда убираете и все. И, кстати, материал должен быть непромокаемый. Так что такой рюкзак могу вам вполне рекомендовать. Тем более смотрела в MVideo специально ноутбучные. И они были намного хуже качеством, а цена была выше. Тут интрига у меня уже не получится никак, потому что у меня не хватает эмоций. И насколько это классная для меня посылка. Давайте открывать телефон. Упаковка никак не пострадала. А значит, надеюсь, сам телефон тоже тут вот такой вот вкладыш зачем-то. Ну, зачем присылает, я не понимаю, если честно. Потому что их никто не читает. И пока распаковываю, я вам расскажу, почему я беру телефоны с Алиэкспресс. У меня были разные, и наверняка я вам об этом рассказывала. И они постоянно тупили. Вот как только оперативная память у них забивается, все, в телефон можно выбрасывать. Он виснет с ним, что только не происходит. Это просто ужас. И я заказала в позапрошлом году, перед Новым годом, себе телефон Xiaomi Redmi 4X. Я проходила с ним больше полугода. И сейчас до сих пор у меня им пользуется мама с большим удовольствием. И он вообще не тупит. Вот вы можете себе представить. Я отвечала с него на все ваши комментарии. У меня все там социальные сети были. Вот от и до все. Ничего себе не случилось. До сих пор она отлично работает. Даже чехол продавец положил. Заказывала я чехлы, но у меня ни один не пришел. Вот этот переходник пока что не понимает для чего. Так вот, следующая покупка была Redmi Note 4, по-моему. Я вам его показывала. Его там били, колопали. И в конечном итоге постоянно то аккумулятор заказывали, то еще что-нибудь. Если бы не аккумулятор, который в конечном итоге все равно там вздулся, то телефон бы работал до сих пор. Следующая покупка это Redmi Note 5, с которым я сейчас с большим удовольствием хожу. И он мне нравится от и до. Но мне не хватает в нем памяти. Даже если я вставляю флешку, мне все равно маловато. Я очень долго думала взять Lite версию или полноценную. Но все-таки решилась вот на такую вот глобальную покупку, потому что это очень дорого. Телефон стоил 28 с лишним тысяч. Я не думаю, что Lite версии чем-то хуже или она будет намного хуже работать. Скорее всего дело только в камере, больше ни в чем. Поэтому я фанат фирмы Xiaomi. И всегда в комментариях вам советую эти телефоны. Он у меня уже начал тут пищать. Итак, телефон я настроила, он полностью работает. Никаких проблем я не заметила. Если не ошибаюсь, оперативная память у него 6 гигабайт, а основная память 128. И надеюсь, мне этого телефона хватит надолго, потому что 4,64 мне уже не хватало. Но прошлый телефон до сих пор отлично работает. Никаких проблем с ним нет. Поэтому Xiaomi я всегда вам буду советовать. Конечно же, вы если покупаете такой дорогой аппарат, обязательно распаковку снимайте на видео. Иначе вы не сможете доказать Алиэкспрессу, что что-то было изначально не так. Они испортили именно вы. Пускай будет видео плохого качества. Пускай разговорные, пускай там что-то, какие-то слова будут. Это не важно. Это ваше доказательство и ваши деньги. Будьте обязательно внимательны. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что это видео все были полностью вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Пока-пока.